Мы идем в библиотеку, посмотрим, как в Канаде берут книжки. Это детский уголок. Канаде берут книжки. Канаде берут книжки. Канаде берут книжки. Канаде берут книжки. Специальные такие страницы. Канаде берут книжки. 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 Вот, подошел ты здесь, раз, положил сюда, и все. Также в библиотеке есть телевизор, можете посмотреть. Либо взять низкий. Но иногда бывает, что в библиотеку либо не хочется идти, либо нет времени. Поэтому можно просто зайти на сайт библиотеки и здесь получить всю ту же информацию. В нашем городе есть три отделения. Downtown Branch, Dave Branch и Timberlands Branch. Например, если вы взяли книжку в Downtown отделении, то можете вернуть ее в Dave или Timberlands. Это не имеет значения, воспримут ее везде. Так же, как мы показывали в видео, просто опустите в нужный бокс, в нужный коробочек книг, и все. Ее потом автоматически внесут в компьютере, чтобы ее вернули. Для того, чтобы получить карту и быть членом библиотеки, вы должны быть жителем города. И это будет стоить 10 долларов в год. Для ребят же, которые младше 18 лет, карта вообще предоставляется бесплатно. Ну, я бы сказала, что 10 долларов в год, это вообще ни о чем. Это классная цена за ту информацию, что вы можете получить в библиотеке. Потому что эта библиотека очень отличается от той, к которой мы привыкли при старых временах библиотек. Например, в digital content здесь можно слушать музыку, читать журналы, читать газеты любых стран, канадские и по всему миру. Также мне здесь нравится, здесь есть программа по изучению английского языка. Может быть, знаете, называется программа Mango. И вы можете выбрать, что вы хотите изучать из дома. Мы выбираем. И сюда, в это поле, нужно внести номер своей карты. И тогда вам дается доступ к этой программе, пожалуйста, сидите, изучайте. Как я уже сказала, эта библиотека не просто где-то пришел книжку, взял и ушел. В библиотеке очень много проходит различных программ. Например, зайдем в календарь событий. Сегодня 27 июля. Посмотрим. 27 июля. Посмотрите, сколько сегодня было мероприятий различных. Как для детей, так и для взрослых. Вот интересно, в субботу было иммигрейшн-центр. Это центр для иммигрантов. Организовал бесплатный урок для тех, кто хочет изучать английский язык. Классно, пожалуйста. В общем, что я скажу. Что хорошо, что мы живем в 21 веке. И надо использовать все то, что мы можем от него взять. Вот и все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok